Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас распаковочка огромного заказа Фаберлик на 50 баллов. Здесь много новинок шестого каталога, спортинвентарь, в общем, всяких классных приблуд. Поехали. И да, девчонки, кстати, теперь заказы Фаберлика формируются целиком на складе, нет никаких спецупаковок. На пункте выдачи он приходит уже запечатанный, как вот Вейвен, да, в коробке все. И там и серия дом все вместе, а не как раньше на пунктах выдачи, да, девочки лазили по коробкам, бедные, и формировали наш с вами заказ, потому что бытовая химия была в отдельных коробках. Так, давайте открывать. Коробка, конечно, девчонки, упакована так себе. Она просто проклеена скотчем. Это не айс, она наполовину открытая. Я не знаю, это временные ли меры в связи с карантином, или так будет теперь постоянно. В общем, вот как все упаковано, девчонки. Ох, вот, вот так вот. Она невероятно тяжелая. И давайте я постараюсь сейчас найти новиночку шестого каталога помаду, потому что у меня не накрашенную губу, и мы начнем с вами именно с нее. Докопалась, девчонки, до помады. Это новиночка в линейке Glam Team. Помада-бальзам для губки Гибан. Вот как она выглядит. У меня она в оттенке 406-95. Это розовая фуксия. Мне вот понравился, как он смотрится на губках. Он такой слегка коралловый, да, вот этот вот оттеночек. Давайте открывать, сверять сходство и смотреть, что она вообще из себя представляет. Упаковка красивая. Наверное, такая же, не, не магнитная, а магнитный, магнитный колпачок. Он тоже магнитный. Вот такой вот интересный стик. Я, кстати, думала, он будет по-другому выглядеть. Ну, в принципе, да. Вот, вот полностью помада. Все, насколько она смогла вылезти. И давайте пробовать, как она будет смотреться и делать сводчи. Ой, какая она розовая, девчонки. Я ожидал, что она будет коралловая. Она прям розовая. Такой кукольный цвет, если честно. И оттенок, как вы видите, насыщенный, да? Такой довольно насыщенный. Я бы сказала, что это кремовая помада, а не помада-бальзам. Потому что я думала, это будет легкий такой оттенок. Нет, она насыщенная. Очень довольно такой самодостаточный продукт. Девчонки, она действительно розовая. Здесь нет никакого кораллового подтона. Поэтому я делаю вывод, что есть несовпадение с каталогом. Но все равно приятный такой оттеночек. И она без контура. Смотрите, как достойно смотрится. Камера делает ее еще ярче. Поэтому я вам сейчас сделаю сводч, чтобы вы понимали, как она выглядит на самом деле. Смотрите, вот и как рисует в один слой. Она довольно яркая. Она очень приятная на губах. Прям кремовая, увлажняющая, ухаживающая такая текстура. Вообще класс. Вот, девчонки, как выглядит сводчик. Довольно красивый, приятный оттенок. И давайте сравним с каталогом. То есть, вот она розовая фуксия, да, и вот он цвет. Мне кажется, что этот цвет даже больше, не знаю, девчонки, на какой подходит. В общем, она однозначно ярче, насыщеннее и больше уходит в розовый, да, нежели чем вот в коралловой в каталоге. Поэтому здесь, конечно, не совпадение, девочки, имейте в виду. Если, конечно, брать вот где в один слой, тоненько-тоненько, да, то кое-какое есть совпадение. Но если мы наслаиваем, она становится ярко-розовый. В целом, я, девчонки, довольна текстурой, покрытием. Единственное, что с оттенком прогадала, потому что я розовый, в принципе, не ношу. Хотя вроде ничего смотрится. Я бы лучше взяла какой-нибудь коралловый или красный. Но в целом, очень даже ничего. На лето вот какой-то образ. Очень симпатичненько. Так что артикул помады 406-95, еще расскажу, девчонки. И первое, что мне попалось под рукой, хочется тоже открыть, это очки. Это очки Селена. Смотрите, в какой они красивые приходят упаковки. То есть тут чехол. Я нашла их в каталоге, девчонки, вот так они выглядят. Вот эти очки. И давайте открывать. Так, вот упаковочка. Смотрите, как переливается. Вообще здорово. Такая упаковка даже всегда пригодится. Красиво. Это Фаберлик Спорт у нас линейка. Дальше они в чехольчике еще. Вот в таком. Единственное, что мне не понравилось, у них вот дужки, да, они зеленые с красным. Как-то это, ну, обязывает к чему-то. Но по фасону, по модели они мне показали самую удачную. Девчонки, здесь стекло. Здесь нет, пластик. Это пластик. И оправа, наверное, тоже пластик. Они довольно тяжелые, хотя, несмотря на то, что это пластик, он такой плотный и добротный. Давайте смотреть. Так. Какая-то слегка кривая посадка, девчонки, да? Слегка кривая. Это, а, ну, мы сейчас это все подрегулируем дело. Слава богу, размер мой мне нравится. Так, садитесь ровно. Вот, девчонки, такие очечки. Вот эта красно-зеленая линия, которая обязывает, она, в принципе, скрывается всегда волосами, да, по уровню затемнения. Вы знаете, хорошо затемняет, довольно-таки хорошо. Мне прям в них темно, если честно. А какой здесь у нас, какая степень защиты, девчонки? Наверное, скорее всего, это только на сайте будет написано. Артикул очков 786-17. Это Китай. Но пластик, девчонки, действительно толстый, действительно такой плотный, прям добротный. Так, нет здесь уровня защиты. А, УВ-400, категория 3. Защищает от яркого солнца, идеально для поездки на море, подходит для вождения автомобиля. Вот я их брала, девчонки, с целью вождения автомобиля, потому что мои автомобильные очки, они разбились в прошлом году. И у меня все с низким уровнем защиты остались, а вот эти прям, да. Ну вот, девчонки, смотрите, с разных сторон, вам их сейчас поближе покажу. Мне понравились, девчонки, правда. Ну, что-то они все вот кривовато сидят. Как-то надо дужки отрегулировать. Все равно, смотрите, вот этот край, он у меня почему-то поднимается выше, да? Ну, вот, девчонки, вроде отрегулировала, более-менее нормально. Вот как выглядят эти очки девочки. Смотрите. Ничего не поцарапано, все пришло, кстати, очень хорошо. Было упаковано, нигде никаких царапинок нету, да? Вот так они выглядят. Симпатично, мне понравились, девчонки, очки. Я довольна. Поехали дальше. В моем заказе было два порошка. Один я взяла себе, я уже протестировала новый порошок, девчонки, в полной мере. Использовала целую упаковку универсального, у меня был, помог, горная свежесть. Нет, альпийский вага, наверное, у меня был. И, вы знаете, никаких нареканий пока нет. Вещи цвет не теряют, нет тех проблем, которые были с предыдущей версии. Вроде все хорошо отстирывается, вещи выглядят нормально после стирки, поэтому продолжаю пользоваться им. У меня альпийский луга, артикул его, и не найдешь так просто. А, 322. И порошок горная свежесть. Вот я себе, наверное, возьму горную свежесть, этот попросила знакомая, другой запах попробую. Этот 323. Здесь 800 грамм, одной мерной ложечки хватает на стирку. Мерная ложечка за 5 рублей идет у нас в заказ. Если не нужна, у меня осталось предыдущего, то не заказываем. Здесь 800 грамм, и он приравнивается к 3-х килограммовой пачке. Замечательно отстирывает. Кто, девчонки, не любил прошлую версию так же, как и я, а я знаю, таких много на самом деле. Вы мне под видео «Двадцатка худших продуктов Фаберлик» писали. Я вам советую попробовать взять хотя бы пробник новой версии. Он стал действительно лучше. Он здесь больше в составе перекиси, соды больше в составе, и он лучше отстирывает. Поэтому два порошка у меня было в заказе. Дальше. Я заказала водный спрей освежителей серии «Дом Фаберлик» для себя с корицей и апельсином. В прошлом каталоге он не был по скидке. В этом по скидке 113.27. Почему именно этот аромат? Потому что он дольше всего витает в воздухе, довольно стойкий. И он вкусненький, девчонки. Он вкусненький. Сейчас камеру запшикаю. Он действительно вкусненький. Мне очень нравится. Многие, кто его пробовал, тоже любят. Освежители безопасные, водные, если у вас есть аллергики, астматики и домашние животные, то за них не бойтесь, берите освежители «Фаберлик». Девчонки, еще заказала себе вот такой раздвижной контейнер из каталога для холодильника. Мне безумно интересно было. Так, раздвижной контейнер в холодильник. Артикул 91.00.02. Размеры 23 на 15,6 на 7. Это в сложенном виде. В разложенном 28,5 на 15,6 на 7. В общем, 5 сантиметров прибавляется. Вот так он выглядит. Здесь есть надпись «Фаберлик Хо». Цена была, девчонки, адекватная, поэтому мне захотелось себе такой контейнер взять для удобства, для эргономичности полочек на холодильнике. Смотрите, как он выглядит. Пластик очень твердый, такой довольно мягкий. Здесь, я так понимаю, вот именно на эти штуки он крепится на полку. Я вам потом покажу, как это выглядит в холодильнике. И вот здесь такая система, чтобы мы могли его раздвинуть. Это довольно тяжело сделать, но тем не менее. Получается вот такой ящичек. Он не очень, конечно, глубокий. Здесь вы овощи, фрукты хранить не сможете, если только зелень. Что сюда поместится? Ну, сыр поместится. В принципе, и колбаса поместится, если нездоровые такие батоны. Много что можно сюда поместить. Это удобно. Вот так вставляем. У нас он кверху и не мешается. И на полках больше места. Вот. Так. И назад. Опачки. Удобная штука, девчонки. Я покажу вам обязательно, как он смотрится в холодильнике. Девчонки, вот так он смотрится в холодильнике. Вот он прикрепился. Все. Он хорошо держится. Что сюда попробовать засунуть? Давайте попробуем яйца. Девчонки, яйца влезли прям вот впритык. Чтобы вы понимали размеры, да, какие. Смотрите. Вот. Прям вот яйца, упаковка впритык влезли. В общем, прикольная штука. Вот, девчонки, серия Ботаника заказала сразу три продукта. Повторяю уже третий раз. Репейное масло восстановление и уход. Артикул его 1231. Мне нравится. Оно здорово сжет голову, улучшает, то есть кровоток, соответственно. Как его применять лучше? Не на сухие волосы, девчонки, перед помывкой, а намочить слегка волосы. Или уже помыть голову, нанести масло, походить там, да, с ним какое-то время оно сжет. Потом еще раз помыть. На мокрую кожу головы она гораздо лучше воздействует. Я не знаю, с чем это связано. Но сухие может практически не сжечь. Поэтому применяйте правильно. Повторяю покупку шампуня Баланс и свежесть. Потому что, взяв в последний раз какой-то другой, там, питательный, да, девчонки, у меня иногда был зуд головы, не подходит шампунь. Поэтому я так поняла, что мой шампунь из Ботаники только Баланс и свежесть. Потому что у меня жирная кожа головы, вот так он выглядит. Артикул его 8738. И вот он мне подходит идеально. А бальзамчик я уже оставлю питательный. Запах у него классный. У Ботаника у них у всех вообще классный запах. И взяла, девчонки, новинку, не могла пройти мимо. Это маска, масочка для волос, Ботаника. Артикул ее 1261, здесь 150 миллилитров. Репейник и крапиву, питание и укрепление. Я, девчонки, ой, простите. Сейчас все вот эти всякие бьюти-штуки, которые у меня есть в заказе, наверное, соберу в отдельное видео. И мы с вами вместе протестируем новинки. Девчонки еще просили гель-скаточку показать им поподробнее. Маска приходит зафольгированная. Довольно густая консистенция, не вываливается, да. Ой, смотрите, прям как маслица. Вот прям как масло масляное. Мне кажется, это будет довольно экономичный расход. Видите, да, насколько оно твердое. Запах обалденной, девчонки. Здесь есть любимая моя какая-то отдушка, но, по крайней мере, похожая на нее. Это липовый цвет. Вот в густом масле для волос с фикс-прайса, да, тоже есть с липовым цветом маска. Вот похожий запах. Он ярко выражен. Вообще обалденный запах. Протестируем. Протестируем с вами сегодня. Буду мыть голову как раз и снимем отдельное видео. Посмотрим, достойна ли эта маска вообще внимания. Полехали дальше, девчонки. У меня было два средства еще из серии Ботаника. Заказала знакомое. Это сыворотка для кожи вокруг глаз и фитокрем дневной облепиха. И хмель. Хмель и облепиха, да, девчонки. Это линейка 50+, хотя ей 40, но мы решили взять так, потому что девочки говорят, что, в принципе, эти крема работающие я на себе еще не пробовала. Но нужно брать как бы побольше возраст, тогда эффект действительно будет виден. Цены у них наибюджетнейшие. Крем для лица 0,762 и сыворотка вокруг глаз у нас 0,764. Вот такой комплектик. Девочки, знакомые, у меня заказала два вот таких блеска, хотя я их не очень рекомендовала, но ей нужен был вот такой вот оттенок красивый, ярко-розовый. Именно он. И мы перелопатили весь Фаберлик только в этой линейке. Такой оттенок, да, кукольный такой, барбишный. Это блеск для губ зеркальной объема. Она взяла и второй оттеночек, потому что акция была при покупке двух, второй красный. У меня есть такой блеск, девчонки, вот этот вот яркий такой, да, красивый. Артикул 41031 и, по-моему, классический красный, да, артикул 41038. У меня есть этот блеск в оттенке. Сказала Света вам оттенок, не скажу уже, девчонки. Все постиралось. Хотя бы, чтобы вы просто имели представление. Это какое-то что-то типа кораллового, да, что из себя представляет этот блеск. Здесь кисточка. Кисточка скошенная. И, девчонки, вот так он выглядит. Мне не нравится почему? Потому что этот продукт нестойкий, липкий. Поэтому я их просто не люблю. Возможно, и у этих этот блеск у кого-то в любимчиках, но не у меня, девчонки. А так, в принципе, запах у него прикольный такой, карамельный. Наносить удобно, кисточку удобно. Кто вот любит именно блески, то да. Я их не люблю, девочки. Поэтому он у меня лежит уже год без дела. Заказали у меня карандашик для бровей в артикуле 55-29. Это, девчонки, коричневый цвет и не самый темный, по-моему, мы заказывали. Знакомая у меня любят эти карандаши. Хотя он, смотрите, какой темный, почти черный. Ничего себе. А я выбирала из самых светлых, какой же тогда темно-коричневый. Вот, девчонки, как выглядит свотч. Он очень темный. Ну, посмотрим, понравится или не понравится, потому что она носит более светлые оттеночки. И для нее же вот краска для волос. Это Фаберлик Эксперт. Мы искали вот такой оттеночек 535, светлый каштан шоколада. Именно в Эксперте вот такой оттенок нашли. Я краску Эксперт люблю. Я вам уже говорила за стойкость. Она, ну, не знаю, пока фаворитов. Сейчас я, конечно, на следующей неделе, наверное, буду делать заказ в Эйвен. И буду брать краску 8.1 Эйвен. Впервые светлый оттенок краски Эйвен. И сравню. Мне просто самое интересное сравнить эти два оттенка именно в одном оттенке. И сделаю вывод уже, какая краска мне нравится больше. Артикул краски 18030. У меня заказала девочка, увидев мое видео, да, если вы еще не смотрели, оставлю внизу в инфобоксе ссылку. Про маску 2 в 1 Фаберлик Эксперт. Это косметичка Фаберлик Эксперт Фарма 1669. Это маска для лица, для глубокого очищения, матирующий эффект. Я ее обожаю за то, что она затирает, вычищает поры, сужает их пусть и временно. Продукт потрясающий, продукт работающий. И пока вот именно по эффекту с порами, да, он у меня вот на первом месте. С порами он работает замечательно, рекомендую, девчонки. И, по-моему, он есть у нас в Фаберлик Клубе, если не убрали, за 1 рубль. Дальше тоже знакомая заказала у меня карандаш-стик для ног от натираний. Тоже Фаберлик Эксперт Фарма. Вот так он выглядит. Артикул его 1695. Потом обязательно у нее спрошу, помогает ли. И также знакомая у меня попросила тушь. Тушь хорошую. Я напробовала уже тушь Фаберлик. Не, у меня брала. Ей не понравилось. Ну, какую, вы думаете, девчонки, я ей рекомендовала тушь. Господи, ну, естественно, мою любимую. Глэм Тим, да. Которую сама уже взяла третий раз в прошлом заказе. Вот так она выглядит. Артикул ее 5248. Я вам сейчас покажу свою тушь. Как она выглядит, да? Вот такая силиконовая щеточка. Реснички удлиняет. Реснички смотрятся практически как нарощенные. Обожаю эту тушь. Ода ей пою уже давно. Для меня она Фаберлик лучшая. Дальше, девчонки. Я заказала отбеливающую концентрированную пасту 200+. Артикул ее 1694. Я все-таки решила еще раз затестить зубные пасты Фаберлик. Я взяла ее для себя, потому что в прошлый раз у меня был опыт неудачный. Впервые в жизни кариес был на зубках. Пришлось лечить. Было очень неприятно. Но девочки мне все пишут, что пасты действительно достойные. И зря я их обхаяла. Хотя некоторые пишут тоже, что и плохо очищают. Поэтому я решила дать пасту Фаберлик второй шанс. Буду пользоваться, девчонки. И уже после второго эксперимента, уж точно скажу, надеюсь, что с моими зубами на этот раз ничего не случится, я вам оставлю полноценный отзыв. Заказала у меня знакомая мини-губочку и обычную губку для обуви Фаберлик. Ее очень нравится. Она берет у меня не первый раз. Мини-губка 115-60. Смотрите, какая она маленькая для маленькой сумочки. И большая губочка 114-32. Они приходят, кстати, не запечатанные. Запах у губок приятный. Смотрите, мини-губка как выглядит. Она пористая. Если это обычная, такая с небольшим каким-то рифлением чуть-чуть и все, да? Вот эта маленькая прям пористая. Также, девчонки, второй шанс даю линейке Биомика. Кто смотрит меня, давно помнит мой отзыв на мицеллярную воду. По-моему, да, мицеллярную воду, не тоник я брала в этой линейке. И чуть кожа вся не слезла. Они, конечно, ее потом обновили, перевыпустили, но рука к ней не тянулась. Решила взять восстанавливающую маску сливки. Девочки, некоторые ждут очень отзыв на эту маску. Поэтому сейчас мы с вами ее хотя бы кратенько протестируем. Генель, тебе привет. Все ради тебя. Так, артикул ее 1251. Девочки просто ждут, чтобы сделать заказ и посмотреть, как маска работает. И ничего с лицом не произойдет. Маска приходит зафольгированная. У меня много очень очищающих масок, а вот таких питательных восстанавливающих нет. Я надеюсь, что эта маска будет питательная. Девчонки, она вот такая вот белая, кремовая. Я сейчас нанесу ее на лицо хотя бы вот так, да? У меня лицо очищенное сейчас. Запах практически никакого. Еле-еле уловимый такой цветочный. Вот нанесла ее тонким слоем. Хотя бы понять, не будет ли она мне жечь лицо, потому что может быть у меня на всю линейку такая реакция, да? Восстанавливающая маска с лицом при биотике, как ТБО. Пока она у меня на лице, давайте смотреть дальше. Давайте мы тоже ее вместе с масочкой от Ботаники протестируем в отдельном видео. Я взяла тоже, вы у меня спрашиваете постоянно отзыв вот на этот крем. А я ничем, к сожалению, не могу вам помочь. И чтобы не быть голословной, а быть полезной вам по максимуму, я взяла крем с моментальным осветляющим эффектом SPF 15. Я взяла его по купончику, по-моему. 16.63 у него артикул. И вот как выглядит сам флакон. Он приходит запаянный. Мы его с вами в отдельном видео тоже протестируем. Я вам свой полноценный отзыв на этот продукт оставлю. Девчонки, он какой-то не белый, а молочного цвета. У него такой бежевый подтон какой-то. Интересно. Я беру его не с целью высветления кожи. Мне как-то девочки писали, когда я жаловалась, что в Фаберлик нет матирующих кремов, что они матируют. Я это обязательно проверю. И девчонкам, конечно, интересно, насколько он может пятна пигментные высветлять. У меня есть одно пятнышко, девчонки, сейчас без тональника, без его здесь оно еле заметное. Я и по нему, если что, вам тоже оставлю свой отзыв. И хорошо, что здесь есть УФ-защита. У меня мало кремов на лето с УФ-защитой. Солнце уже яркое, солнце уже печет. Пигменты обеспечивают так мгновенный эффект осветления и мотирования на целый день. Придают коже естественно натуральных оттенок без границ нанесения. Пролонгированная УФ-защита. Так, как он выглядит, девчонки? Это такая плотная текстура. Прям плотная-плотная. Смотрите. Он тяжело довольно разносится. То есть он не тает на коже, как многие легкие крема Фаберлик. Оставляя за собой какую-то белесость. Ну, неестественную. Сейчас я ее размажу. Такое ощущение, что здесь в составе есть цинк, девчонки, на самом деле. Потому что очень похож, когда на кожу наносишь. Я вам сейчас покажу состав. Вот, девчонки, состав. На первом месте, конечно, вода. Я не сильна в составах, поэтому кому интересно, вот, девчонки, разбирайтесь. И вот, как он выглядит на коже, да? То есть она действительно стала матированная, вот, в центре. Она матированная определенно. Белесость, ну, тоже, мне кажется, какая-то присутствие. В общем, девчонки, я буду его применять. И обязательно в ближайшее время в своем инстаграм опубликую отзыв. Насколько он отвечает заявленным функциям, посмотрим. Если не подписан на мой инстаграм, еще проходите. Ссылка всегда в инфобоксе. Дальше поехали. У меня знакомая зимой брала из линейки «Зима» вот такой вот крем для лица, рук и тела. Артикул его 09-34. Это ультрапитательный, классный крем. Ей безумно понравился. Она попросила меня заказать его вновь. Слава богу, он был на складе, хотя в каталогах его нет давно. И мы с ней заказали вот такую вот баночку. Дальше, девчонки, из линейки «Ланселот» при покупке двух продуктов была хорошая скидка. У меня знакомая заказала гель для душа и шампунь для своего сына. Шампунь 05-36, гель для душа 05-28. Это классная линейка, которая здорово пахнет, хорошо пенится. Я тоже мужу брала. И я своему супругу взяла дезодорант из этой линейки «Антиперспирант». «Антиперспирантов» на самом деле мало, больше парфюмированных. Но в линейке «Ланселот» есть. Здесь 150 мл, артикул 05-07. По-моему, «Ланселот» я ему еще не брала. Восьмой лимит брала, брала еще серенький, забыла, как он, «Цельсиус». Пахнет классно. Линейка «Ланселот» вообще пахнет классно. Прямо вот этот дезик мне напоминает один из ароматов «Акс». Раньше он частенько брал «Акс». Давайте, девчонки, посмотрим теперь на маску. Ну что хочу сказать, лицо у меня не жжет. Это уже хорошо. На лице, кстати, отдушка раскрывается ярко. И, в принципе, кожа не покраснела. Кожа в этом месте мягенькая. Увлажненная однозначно радует. Радует. Потому что кожа, чтобы сохранять свой здоровый вид, даже если она жирная и комбинированная, все равно нужно увлажнение обязательно. Иначе в каких-то местах кожа пересыхает и дает нам морщинки. Так что первые впечатления, девочки мои хорошие, неплохое. Конечно, не могла пройти мимо новинки с арбузом и дыней. У меня здесь жидкое мыло и гель для душа. Они такого классного яркого цвета. Прям почти мне под новую помаду. Давайте потестируем аромат. Ой, супер, девчонки. Это действительно дыня с арбузом, орбит, жвачка. Прям один в один. Один в один просто. Аромат классный. В принципе, линейка Витамани, она неплоха. Вы знаете, такой бюджетный среднячок такой. Средненько пенится. Не пересушивают кожу. И слава богу, я не очень люблю эту линейку. Но новинки не протестировать не могу. Особенно для вас, мои хорошие. Гель для душа. 25,50. Мыло жидкое. 25,51. Ой, супер, нет. Прям вот супер, девчонки. Действительно, микс арбуза и дыни во всех положительных проявлениях. Вообще супер, здорово. И не сильно химозная душка. Нет, довольно естественная. Есть, конечно, химозность, да, как в этой жвачке. Но более-менее, более-менее. Поэтому, кто любит, аромат очень сладкий, ярко выраженный. Кто такие любит, берите. Дальше поехали, девчонки. Очень интересный продукт. Оставлю на потом. Заказала себе кондиционер для чувствительной кожи. Это, по-моему, у нас еще из старых запасов. Только он на складе остался. Я его нашла 0+. Потому что что-то новая девчонка-кондиционера так ядрено воняет, хочется сказать. Такой ярко выраженный запах. Здесь он очень деликатный и приятный. И, по-моему, именно в этом кондиционере он не остается сильной отдушки надежды. Артикул его 112.64. Его нет, девчонки, в каталоге. Я его на сайте самостоятельно отыскивала. Хотела посмотреть срок годности, потому что в каталогах нет, да? Срок годности. А, вот. 26.02.20. А, то есть февральский. Ну, в принципе, свеженький, да? Пахнет отдушка очень деликатной, нежненькой. И, действительно, он 0+. Так, знакомая заказала мыло для кухни с ароматом кофе. Я пока от этих мыл отошла, так же, как от средств для мытья посуды. И хочу вам, девчонки, сказать, уже прошло недели-две, что руки мои в более лучшем состоянии. Не знаю, от мыла это зависит или от средств для мытья посуды. Я убрала тот и тот продукт с использования, взяла другого производителя. И они у меня не так сильно сохнут. Они хотя бы не трескаются, девчонки. Они аж трескались. Артикула мыла с кофе 112.11. Мне нравится этот аромат, на самом деле, очень. Потрясающий аромат кофе. Отдушка не ярко выражена, она деликатная, но, действительно, кофе-кофе бодрящий аромат. Взяла для себя дезодорант-антипреспирант. Я их беру всегда. И мне нравится. На день мне хватает защиты. Не на 48 часов, как здесь заявлено, но на день точно. Они у нас, по-моему, девчонки без спирта. Да, без спирта не оставляют белых пятен на одежде. Этот именно у меня с алоэ. Еще он гипоаллергенный написано. Они приходят, кстати, запечатанные, такой белой полосочкой. Я с алоэ, мне кажется, еще не брала. Классная нежная одушка. Еле-еле уловимая, что вот мне тоже нравится, а не когда от тебя там на всю комнату пахнет дезодорантом. Она еле уловимая. Люблю у девчонки эти дезики, мне они нравятся. Так, ну и вроде все. Остался у меня спортинвентарь, девчонки. Мой заказ на 50 баллов, если я вам не сказала. Почти 51 вышел. И, в принципе, как вы видите, здесь такое вот все необходимое. Ничего, никаких складов не будет. Я заказала вот такую вот штупень. Сейчас скажу вам, как она правильно называется. Это тренажер для рук и бедер. Мне уж очень захотелось его попробовать. И пока у нас карантин, в домашних условиях проводить тренировки. Я, девчонки, еще в следующем каталоге, наверное, закажу себе ленту. Ну, резинку. Ой, вот эту пленку, наверное, придется нам разрезать, девчонки. Потому что я ее не снимала. Сейчас как чпок. Господи! Я испугалась. Вот, девчонки, как выглядит тренажер. Артикул его 91008. Да, вот он артикул, девчонки. Вот информация. И вот, что он из себя представляет. Тренажер для рук. Слушайте, так тяжело сгибать. Прям вот тяжело. Мне интересно, что там внутри. Внутри там железка, девчонки. Железка. Вот есть логотип Фоберлик Спорт. И вот я хочу именно внутреннюю поверхность бедер и ручки вот таким вот образом подкачать. Это здорово, это весело. Мне кажется, почему бы нет. Цена довольно адекватная. На такие тренажеры в магазинах цена. Ну-ка, девчонки, он разбирается. А внутри здесь, смотрите, какая-то тоже металлическая штука. Сейчас как сломаю тренажер себе. Обрадовалась. Так он ничего не поцарапанно, не покоцанно, и все нормально. Буду пользоваться с удовольствием. Вам рекомендую, девчонки, прям вот, прям такое усилие надо прилагать. Посмотреть надо упражнения. В интернете делаются, как именно с таким тренажером, и делать. Ты хочешь, да? На, держи. Паста зубная счет искала. Девчонки, повторяю, опять покупку. Много раз вам их хвалила. Детские зубные. Технокит 6+. Артикул 2359. Это груша. Нам груша больше всего, по-моему, нравится, да, котен и манго? Они приходят за... И с клубничкой нравятся, да? Они приходят вот такие вот зафольгированные. И она такого зеленого цвета. И уже прям пахнет грушей. Они хорошо очищают эмаль. Я их люблю. Сама иногда ими даже пользуюсь. Ну вот и все, мои хорошие. Вот такой заказ на 50 баллов у меня в этом каталоге был. Я, в принципе, всем довольна. Мне все понравилось. Новинки тоже классные. В следующем видео будем обязательно с вами их тестить. Я надеюсь, была вам полезна. Если это так, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. А я с вами прощаюсь. Всех люблю, целую. Котен. Берегите себя.